Продолжение следует... 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 В рамках психопедагогического тестирования, которые сейчас должны проводиться в заводном учреждении, в частности, хочу отметить доклад Клюна Григорьевна Николаевна, который представил очень интересные разработки самостоятельно-психологического центра в рамках этой деятельности, в рамках как раз деятельности тестирования специалистов и тестирования детей, школьников. И также я хочу отдельно подчеркнуть очень интересный доклад Калины Зинаиденко-Николаевны, которая рассказала о деятельности, воспитательной деятельности в рамках высшей школы, что тоже было очень интересно в общем контексте и в общем контексте работы нашей секции. Также у нас были представлены очень интересные доклады СОБЛИБО, специалисты бюджетного образовательного учреждения ИСБО, ВООРДЫ, Огласной Центр СОБЛИБО, МЕДИКО, социального сопровождения о формировании безопасного поведения детей в рамках деятельности клаванного центра. То есть мы с этим еще один спектр деятельности закладины, руководители Центра социализации воспитания и формального образования Федерального государственного автономного учреждения Федерального института развития образования по культуре формировали здоровый образ жизни. И как бы, как бы, в важных рамках их проекта по деятельности профилактики наркомании и кассировых, и также у нас были другие доклады, которые были очень важны. Что мы хотели предложить в качестве результата нашей деятельности в резолюции конференции? Один из важнейших вопросов, это мы бы хотели предложить органам законодательного власти Брать внимание на совершенствование Федерального законодательства в области психологопедагогической и медико-социального сопровождения в образовании процесса. Потому что у нас сейчас есть некоторые особые проблемы, которые сейчас есть в связи с законодательным законодательством и подействием психологопедагогической и медико-социального учреждения. Предусмотреть необходимость обучения специалистов в задействии профилактики образования, в том числе, как повышение психологопедагогической компетенции по вопросу профилактической деятельности. Также обеспечить профессиональную подготовку и повышение квалификации, подготовку владельцев специалистов в образовании профилактики и реабилитации молодежи с эффективной информативной деятельности, используя образы Бауманского университета, внедрить новые методы и технологики по профилактике правонарушений, в том числе, обеспечить дистанционное психологическое и психологическое сопровождение в суде несовершеннолетних. И обеспечить проведение специально-психологического тестирования в образовательных организациях с использованием новых, более качественных технологий и опросников, которые сейчас разрабатываются. Основной контекст, хотя бы я завершил по поводу работы нашей секции, была вот следующая. Что главное в профилактике, именно в образовательных организациях, это воспитание. То есть процесс воспитания является первичным и основным во всей профилактической деятельности. Очень поздно ловить то, что уже совершил. Лучше делать изначально и закладывать это ребенку, то самое правильное, для людей, изначально. И в ландерской движении, на самом деле, вместо в этом, она может помогать в данной работе. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Слово предоставляется руководителю секции номер 2 «Актуальные вопросы развития системы профилактики правонарушений несовершеннолетних в образовательной среде». Слово предоставляется Истовской Ирине Валентиновне. АПЛОДИСМЕНТЫ Как удивительно и приятно, что мы, вторая секция, очень солидарны с первой секцией. Потому что выводы, которые сделаны были, мы, пожалуй, обсуждали те же самые проблемы, хотя тема нашей секции была другая. «Актуальные вопросы развития системы профилактики правонарушений несовершеннолетних в образовательной среде». Другая, но, по сути дела, та же. В нашей секции приняли участие специалисты из более чем 23 регионов Российской Федерации. Это представители специальных учебно-воспитательных учреждений для детей и подростков с девянным поведением. Это представители Центра психолого-медико-социального сопровождения детей и подростков. Это представители комиссии по делам несовершеннолетних в защите их прав. И обсуждали мы, пожалуй, два самых таких актуальных вопроса, которые хочется выделить из обсуждаемого. Это проект концепции развития системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, который сейчас разрабатывается в Министерстве образования и науки Российской Федерации, сотрудничестве с другими федеральными органами исполнительных власти, другими участниками этого процесса. И активное использование современных методов и технологий, которые позволяют нам делать нашу работу результативной и эффективной. 11 докладчиков было заявлено. Мы заслушали наших докладчиков. Интересные были выступления из опыта работы. Они опирались на научно-практический опыт. И основные выводы, которые мы сделали на секции, еще хочу заметить, что обсуждение резолюции было очень живым, за что благодаря участникам секции, наверное, ни один пункт не остался без их внимания. Итак, какое решение приняли на секции и какие выводы были сделаны? Первое. Подчеркнуть актуальность работы по совершенствованию нормативной правовой базы, регулирующей деятельность специальных учебно-воспитательных учреждений. Сейчас ведется большая работа в этом направлении. И особенно то, что касается формирования контингента этих учреждений, то, что касается максимального использования ресурсов социальной среды, содействия, восстановления, развития и, точнее, социальной связи, активного включения подростков в эти социальные связи. Поддержали, безусловно, проект-концепции развития системы профилактики правонарушений единодушно. И подчеркнули, что та работа, которая сейчас проводится по обобщению и трансляции эффективных методов и технологий профилактики правонарушений, она, безусловно, важна, и ее необходимо проводить. И те материалы, которые были представлены, я думаю, что у нас будут представители прессы на секции, они будут идти, как говорится, в практику. Спасибо большое за работу участия на секциях. Большое спасибо, Ирина Валентиновна. А также мы вас благодарим вместе с участниками секции «Мин-2» за такое профессиональное обсуждение проблем. Итоги работы с секцией номер 3 профилактики ВИЧ-инфекции в условиях образовательной среды доложит Дементьева Нариса Александровна. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые коллеги, мы с Александром, мы не хочу я так называю, что сегодня в своем будущем, мы поговорим, которого я уже вопросу посвящения. Уважаемые глядики, наша секция была посвящена вопросам, как была физической секции, в том, как в заговоре нестрелили. Было заявлено не все доклады, все доклады посвящали. Но я хочу сказать, что в ходе доклада мы встретились уже через несколько лет и снова актуальные вопросы, связанные с проблемой ВИЧ-инфицированной, проблемой близкого поведения детей и подростков. И в результате нашей совместной встречи двух представителей организаций Министерства Украины и Образования, где были представлены специалисты спеццентров и федеральные учреждения, федеральные центры, которые занимались данной тематикой, и обсуждали как раз ситуацию, которую нам предоставили наши спеццентры, исходя из мониторинга связанных с лечением ВИЧ-инфицированной и тех профилактических проектов и программ, которые реализуются в образовательной среде. И вынесла следующая актуальция. Он проанализировал ситуацию, мы понимаем, что тот потрясающий опыт, который у нас сложился в таком рамках совместного альянса в Министерстве, а именно в реализации приоритетного национального проекта здоровья в 2012 году, когда были разработаны проекты, программы для обучения педагогов, впервые были повлечены образовательные учреждения общего образования и учреждения профессионального образования начальника, среднего. Это дало возможность как раз вот эту рискую группу включить в образовательный процесс информирования и развития субъектных позиций в отношении своего собственного здоровья. Естественно, те программы, которые были разработаны, был запущен проект, который выполнялся в течение полугода в жатой строке в рамках Аккуратия национального проекта здоровья. Он отваривал все субъекты федерации, более 83 тысяч приняло участие педагогов, более 116 тысяч приняло участие обучающихся и родителей. Это было такое полномасштабное действие. И на поверку первые результаты мониторинга, которые нам показывали специалисты-спецентры, ситуация, связанная с ВИЧ-инфицированной возрастной группой, она довольно-таки ушла на уровень. Но так как программа перестала иметь такую поддержку, такие мощные проекты свернулись взаимно именно под руководством Министерства образования и те проекты, которые сейчас реализуются вам как субъектов, и мы видим, что ситуация значительно снижается. И в чем мы нашли основные причины? О том, что как раз эти программы, которые используются, у них имеется и медицинская модель профилактики, или это общественные какие-то организации, которые занимаются медицинской модели но многое уходит из того, что касается профессиональных, необходимое наполнение профессиональных, педагогических, психологических моделей воспитания. В связи с этим как раз все наши специалисты показали отметины своих выступлений. Конечно, мы это были горды и благоприятны, что очень много разрабатывается специферами проекта, программ, видеоматериалов, информационных материалов для наших церквей. Но в то же время, когда мы знаем этих наших социальных партнеров и уверены в их добросовестности в отношении информации, предоставляя особенно совершеннолетие, это радует. Но когда мы столкнулись с ситуацией, когда эта информация непроверенная и поступает к нашим детям, и мы понимаем, что она не приносит пользу, потому что приносит предакт, естественно, возникает ситуация проблем и проблем. И мы понимаем, что только в образовательном учреждении ребенок находится здесь, и из стен школы, среднего учреждения и заведения вообще из образовательного пространства становится объект комиссии. И для нас, конечно же, очень важно, чтобы Министерство образования поддержало эту инициативу совместно с Министерством здравоохранения на федеральном уровне снова восполнить эту программу, которая выполнялась в рамках предметно-национальной программы. Когда обучались педагоги, педагоги обучали детей, обучали родителей в этом направлении. И мы подготовили наши выплаты, подготовили несколько предложений касающихся резолюции в нашей сети. Это, первое, провести мониторию существующих программ реализуемых в образовательной организации на уровне субъекта Российской Федерации. Оценить объем в качестве профилактических технологий реализуемых образовательной организации. Следующее, это разработать комплексную типовую модель профилактического образования в области вечества на уровне образовательной организации и с учетом вежественных музеев headaches и специалистов как самого образовательной организации, так и специалистов других организаций учреждений, участвующих в профилактике лечения. Разных в ведомственной принадлежности разных уровней учрежденности. Следующий – это подготовить методические рекомендации, приведить приказы, совместные приказы начинания по реализации как раз вот этой модели, привести их до органов исполнительной власти в сфере образования Совета Российской Федерации. Следующий – это, естественно, продолжать ежегодные массы за обучение субъектов профилактического образования. Это повышение квалификации специалистов, участвующих в профилактике, связанных с профилактикой врач-ститут. И, как у нас наш коллега сказал, по-моему, Попровский, первый день у наших конкурентов, не нужно обменивать профилактику врача, 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 потому что это для всех очень важно. Если мы едем в эти проекты, программы, не так детально, то мы тогда пытаемся самым важным. Это как раз самым важным, что причина формирования векций связанных с медицинским применением. Следующее – это провести совместную профилактику профилактических групп, и желательно, для конца увеличить 15 годов с участием в Министерстве здравоохранения, Министерства раздражения и науки российской федерации. Используя ресурс ангустовских предсоветов, попытаться применять шипотидеонемический состав в этой программе, потому что даже на нашей сессии мы увидели достаточное количество федеральнических организаций, которые пришли на следы, связанные с этим выступлением. И так, как у нас все-таки конференция посвящена еще и волонтерству, которые у нас сегодня представлены, это так и предложение инициировать принятие законов о добровольческой деятельности в Российской Федерации, включить в добровольческом федеральный государственный образовательный стандарт сливную полную общую базовую, предусмотреть увеличение количества учебных часов по теме развивательных инфекций в рамках предметов улыбки, создать единую базу с учета волонтеров Российской Федерации, администрации, выдача их правительства в двух документах. Потому что это тоже та проблема, мы говорим о волонтерстве, наши очаровательные волонтеры, они куда-то исчезают, или они переходят в новые качества. Вот эта ситуация, если не так вот, например, в документах волонтерства, мы будем понимать, что мы это декларируем, но мы удерживаем эту составную общую. Куда вы помните эти волонтеры? Что они продают? Если вы взяли информацию для себя прекрасно, то волонтерство предполагает трансляцию позитивного опыта в рамках права. Спасибо. Владимир Владимирович, вы, наши коллеги, как всегда, очень глубоко смотрят в корень проблемы и предлагают решение этих проблем. Спасибо. Итоги работы с секцией номер 4. Современные модели профилактики выпрямления психоактивных веществ в системе среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, смог предоставляться руководителю секции Кабану Владимиру Львовичу. Очень уважаемые коллеги. Да, действительно, у нас тоже была активная очень секция, и мы не можем поправить, я не был руководителем секции, а по-другому номератору, ведущему, потому что в наших секциях включало большое количество ученых, представителей московского государственного университета, других университетов, университетов, и мы в Афгани, естественно, очень много практических проводок. Мы заслушали 10 докладов. Значит, главная тема, которую мы слушали, это подготовка и проведение негативное обеспечение социально-поскологического тестирования детей на определение группы риска, на определение группы риска. Вы знаете все, что в том году в Министерство образования и науки был заключен договор с московским государственным университетом, как раз на разработку такого московического обеспечения, такого инспекментария. И вот уже в плане, как говорится, мы по-другому, наверное, как можно сказать, ученые московского государственного университета, заведующие картером, рассказали нам на своих подходах о том, что уже наработано и что получилось. Это вызвало, естественно, очень интересный облик, обсуждение, и мы все с удовлетворением поддержали, как я бы сказал, отметили то, что всем нужен такой инструментарий, даже больше методическое обеспечение инструментария, насколько мне показалось, нужно. Более нужно еще и продолжение. Работа в этом направлении это можно, когда нужна, у меня как дела, подготовка траток, повышение квалификации тех специалистов, которые сегодня работают по этой теме по профилактике нахопотребления нахозависимости, но в том числе и подготовка тех специалистов, которые будут проводить к исследованию. По нашему контракту очень значительное число таких людей, всего порядка 200 человек получат такое образование в этом году, но в дальнейшем необходимо нам пересмотреть и рекомендовать, чтобы на стороне власти комьюнов то, чтобы такая работа была проведена. Потому что тестирование позволяет определить группу риска и, соответственно, позволяет грамотно подойти к решению этой проблемы по различным ситуациям, по различным, ну что ли, направлениям, девиациям и так далее. И в этом плане важна другая задача, о которой тоже все обменьшали и уговорили. А кто дальше будет работать? Когда определили группу риска, кто конкретно будет работать? Кто будет разрабатывать систему профилактической работы? Или, как сказал президент на президиуме государственного совета, кто будет разрабатывать инновационную систему профилактической работы в том числе? Вот такие озабоченности мы услышали. Мы также у нас выступали практические работники, которые рассказывали о том, что на базе конкретного города, конкретной организации они делают для того, чтобы, так сказать, вот это зло не побеждало детского и юношества, и чтобы детское и юношество было защищённым, потому что, как вы слышали, у нас из разных выступлений образования были доклады. Они были связаны со школьной средой, со среднему образованию, но также и с высшим образованием. То есть, речь, сладко, все направлено. А спасибо мне всем. АПЛОДИСМЕНТЫ Владимир Владимирович, спасибо вам, вашим коллегам, за столь эффективную работу по вопросам, которые вносит самую русскую характерную систему. Дорогие друзья, наша конференция итоговая, она сфокусировала в себе многие-многие направления важнейшей деятельности Министерства образования науки и Министерства оборудования, которые проводятся для того, чтобы наше среда детства была безопасной. Это настолько многофакторный план, что я хочу предоставить мысль на Галине Анатольевне слово заместителю директора учебного центра здоровья, берегающей технологии, профилактики и накануне и молодежных денег, которую не главно. Она наложит об итогах выполнения работ в рамках организации федеральной целевой программы развития образования в 2015 году. И мы, как говорится, издалека с вами в группе для этого директора. Спасибо. 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 Уважаемые зрители, уважаемые коллеги. Я хочу поделиться теме с результатами, которые получены в Аккультуре университета за 2014-2015 год в рамках выполнения федеральной целевой программы развития образования. За это время нами выполнены несколько мероприятий, в рамках которых мы разработали так, программы по повышению инфраструктурации 72-часа и модульные программы, из которых можно составлять программы, состоящие из количества академических часов. По проблемам профилактики асоциального поведения, профилактики жестокого обращения насилия с детьми, пропаганда здорового образа жизни и формирования безопасной образовательной шведы. В 2013 году на них были проведены курсы повышения квалификации, как повышение, так и в дистанционной форме обучения, проведена всероссийская конференция и организован и организован и проведена всероссийский творческий конкурс за их безопасность и безопасное организование на среда. Для организации запланированных мероприятий нам был создан сайт, модно-посту нет, возможно уже многие на нем побывали и представляют себе что-либо такое. Там мы разместили металлические материалы, программы, коллекционные материалы, записанные нашими специалистами, интернет-дроби, которые мы проводили в рамках реализации различных программ и фактически материал, собранный с 2002 года. На страничках сайта мы также разместили ссылки на различные дружественные сайты, в том числе сайт и независимости, сайт сети ЧОПРУ и информационно-безопасность сети интернет. Мы готовы разместить любые ссылки на те сайты, которые хотят также участвовать в распространении своих материалов для договоров, для их практической деятельности. Такая организация сетевого пространства позволяет в одном месте собрать максимальное количество методической учебной литературы, которая может быть полезна для практических психологов и педагогов для их деятельности организовательной среде. За 2014-2015 год мы повысили квалификацию более 2000 социалистов. Если в 2014 году это в основном была лучшая форма обучения, большое участие в нем принимали стажировочные площадки, которые были преждены Министерством оборудования и науки Российской Федерации, расположенные практически во всех федеральных округах. Это и Санкт-Петербург, институт травы, это Сибирский федеральный центр повышения квалификации, периодический институт юного федерального университета. И Самары был изначальный институт повышения квалификации, который участвовал по новой медицинской организации по собственному международному процессу. Такая организация курсов повышения квалификации по территориям и федеральным округам позволяет педагогам из различных регионов России не обязательно приезжать в Москву, а участвовать в курсах повышения квалификации на своих территориях. Как я уже сказал, в 2015 году мы в основном упор сделаны для дистанционного форума обучения. Нам это позволило охватить практически все регионы Российской Федерации. И педагоги, которые не всегда имеют возможность небольшой столб покинуть свои основные места работы, покинуть образовательные организации, им была дана возможность принять участие в отличающих предприятиях. Они заходили на сайт и воспользовались теми механическими рекомендациями, теми лекциями, интернет-рогами, которые были обращены на сайте. Мы получили отслушать или очень много отзывов, поскольку модульная программа, она в больших раз корректированная и в рамках выполнения заданий, которые разрабатывали памятки для родителей, памятки для сценария проведения педагогических классных часов. И не всегда у них хватает времени просто сесть и заняться такой работой в свое время рабочее. Но здесь происходила некая стимуляция, необходимость разрабатывать такие материалы. И они благодарны, что в рамках дистанционных курсов они сами для себя разработали много практических материалов, которые они могут использовать в своей деятельности. Мы обязательно обобщим все полученные материалы, разместим их на сайте, для того, чтобы все педагоги из различных регионов Российской Федерации могли воспользоваться им. Также мы будем наполнять методические материалы. Я думаю, что ни один еще интернет-рог мы проведем. и опять же ссылки на все сайты, которые считают возможным себя представить на наших площадках. Помимо курсов повышения практикации, мы проводили, как я уже сказал, творческий конкурс. Он проводился впервые. И хочется отметить то, что участники, не только Центральный Федеральный оборуд, а очень много участников было в деревень, в селах. В некоторых селах, честно говоря, я с трудом нашла на карте, где они находились. Удивительно, какие интересные и огромную работу педагоги проводят на своих местах. Также все материалы конкурса мы разместим на сайте, чтобы вы в своей практической деятельности могли воспользоваться теми разработками, которые есть в регионах России. Сегодня состоится награждение друзителей. И хочется высказать слова благодарности тем педагогам, воспитателям, которые работают на своих местах, которые воспитывают наше будущее поколение, отдаются душу. И спасибо вам большое. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые участники конференции, прежде чем принять резолюцию нашей российской конференции, разрешите вам сообщить следующую информацию, что в нашей всероссийской конференции актуальные проблемы профилактики ассоциального поведения и формирования культуры, безопасного образа жизни обучающейся молодежи стал площадкой для широкого профессионального обсуждения обеспечения. И, в основном, обеспечении федеральных законов об образовании, об охране здоровья граждан и от воздействия окружающего табачного дыба и последствия табака куриния. И самое главное – это те решения, которые были приняты на президенте Госсовета 17 июня 2015 года. В нашей конференции приняло более 350 участников из 58 регионов Российской Федерации. В работе конференции приняли участие представители Государственного и Федерального и Слаборатории Российской Федерации, руководству Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства здравоохранения, ФСИР, ФСКР России, извините, я буду сокращать для ФСИР, ФСБ России, а также Министерства спорта, делам молодежи и Роспотребнадзор. Также приняли активное участие представители традиционных Российской Федерации религиозных конфессий и представители различных молодежных общественных организаций. Я предлагаю следующий вариант обсуждения резолюции, если не будет возражений. В каждом науках имеется текст, он достаточно пространный, и мы учли здесь все эти пожелания, которые были высказаны на сердце. Работает теперь коллегия в течение недели на уже хорошо всем нам известном сайте МОН.ВМСТУ.МЕ, мы можем с вами уже дистанционно на современном инновационном уровне доработать нашу с вами резолюцию и представить ее уже инвестиционное образование как официальный документ нашего высокого общественного научного совещания. Нет возражений? Спасибо, коллеги. Хочу добавить. Работу нашей Всероссийской конференции освещали и освещают следующие средства массовой информации. Итак, ТАСС, БИО, Новости, Россия 24, Россия сегодня и Москва 24. Также другие средства массовой информации, которые занимаются данной тематикой, будут представлены нужной схемой работы только на постоянной основе на протрачных материалах. Все видения издательства и издания, и в этих издательствах будут материалы, которые мы с вами сможем подложить нашим коллегам, как и такие материалы, и последующие наши работы. Таким образом, если вы меня поддерживаете и нет издательствий, будем считать, что за основу мы взяли вот эту издательницу и продолжим работать как инвестиционная комиссия. Уважаемые коллеги, у нас по плану сейчас состоится очень приятный ритуал – пророжественная церемония награждения победителей Всероссийского Всероссийского форсовского форума, просто среди образовательных организаций. Я рад, что наши коллеги из далекого далека приехали. Нам это тоже очень важно, потому что вы делаете такой важный отдел – там, вдали. Возвращение, много вероятных возможностей, которые предстоит Министерство образованной науки через Федеральную собору программы развития образования. Мы теперь связываем с вами дистанционное, методическое, как и живое общение. И у нас с вами теперь будет этот санитивный подход, и у нас санитар может быть на очень высоком уровне. Поэтому спасибо вам, коллеги, что участвовали в премии. Но прежде чем произвести столь высокого награждения, разрешили предоставить слово Гагану Евгений Шайничеву, совместителю Министерства образованной науки в Российской Федерации. Добрый день, уважаемые коллеги! Начну с самого главного. В процессе авторговора можно не забыть, но не хорошо. Самого главного – благодарность. Спасибо, что приехали, пришли. Спасибо, что работали. Обсуждали действительно очень важные и сложные вопросы. Высказали свою позицию по многим из них. И для нас это очень измечательно важно, особенно по концепции профилактики правонарушений. Сейчас она, мы считаем, освещена вашим экспертным сообществом. Мы можем уже более смело купить на межведомственное согласование, в том числе на комиссию по делам совершеннолетних и правительству Российской Федерации. и в этом году, я имею в честь в виду. Хотелось сказать спасибо уважаемому господинадию Валовичу и у меня три качества, которые я сегодня. Первое – это высокий профессионализм, второе – это торжественный голос и третье – скромность, что дать вам внимание редко, я думаю, что это будет еще отличено отдельно. Спасибо вам, Рункин, спасибо Рункин, спасибо всем, кто помогал, не только за эту конференцию, это, наверное, только этапы в огромной работе, которую проводит Ауманка, не только по воспитанию своих студентов, подготовке кадров, но и как методические цены, полученные на данный вопрос, в том числе в области методики противодействия антисоциальным поведениям, профилактики и вот, что очень важно, и, естественно, эта тема, она всегда будет свежей, поскольку меняется жизнь, меняются вызовы, меняются дети, меняемся мы взрослые, каждый раз нам нужно в ответное изобретение наших детей, изобретать что-то свое, чтобы быть в более хорошем состоянии, чем на тот момент, о котором мы говорили. Спасибо большое Борису Николаевичу Пастухову, не только за то, что он нашел возможность прийти и участвовать в этом разговоре, но я абсолютно точно знаю, что когда он был первым секретарем Центрального комитета Всероссийского военского союза молодежи, и когда он был первым президентом Центрального комитета Всероссийского военского союза, он всегда лежал в центре внимания и вопросов о воспитании, и вопросов о профилактике, о правонарушении, так что, спасибо всем. А теперь по содержанию. На самом деле, проблема эта действительно будет ситуация всегда, и всегда в этой сфере будет проблема, и быть их не может, потому что дети растут, они растут, к сожалению, и уют, и счастье, в зависимости от обстоятельств, в разной среде. Не всегда мы взрослые, и можем создать такие условия, когда у ребенка только один путь в хорошие отец, и не всегда, к сожалению, но и помимо внутренних причин, которые есть в семье, в школе, в обществе, в городе, в отдельном, в группах каких-то, есть более серьезная, еще не то, что более серьезная, не менее серьезная проблема, это в том числе и внешние вызовы. И мне кажется, нам совместно, и представителям ведомств, и МВД, и ФСБ, и прокуратура, и здравоохранения, и других, которые я не назвал, а субъектов федерации, конечно, органов образования, удалось за и ранее, за последние годы, в общем, работать достаточно эффективно по многим направлениям. Если бы это было не так, то у нас ситуация была бы другая. И когда государство пропускает молодежь, причем, может быть, даже намеренно, причем, мы видим, что получается, по примеру, в Украине. И такие сценарии рассматривались в отношении нашей страны, отдельных регионов, абсолютно точно будут рассматриваться. И это тоже надо учитывать в нашей работе. Делали не только сейчас в том, да и раньше было не только в том, но это все усиливается, что в этом решили поступить плохо или решили поступить хорошо. Дело в том, что находятся в том, что в том числе и взрослые люди, которые заинтересованы, чтобы могло себя не так, как хотелось бы нам, как хотелось бы обществу. Достаточно профессиональные люди, и мы это видим, по примеру, в других странах, по некоторым событиям, которые были на территории нашей страны, но и, к сожалению, в меньшем объеме, но до сих пор проходят и случаются. В этой связи наша задача, очевидно, находить те формы, которые действительно позволили бы ребенку даже в этих непростых обстоятельствах понимать, что такое хорошо, что такое плохо. Сейчас, в отличие от того времени, когда, например, воспитывался я, ставить задачу, чтобы ребенок был чем-то занят, уже недостаточно. Он должен быть занят тем, что может позволить ему стать успешным, что он может стать более здоровым, что более востребованным, чем-то, когда он из родителей, страна и так далее. И тогда, когда возникнет соблазн или искушение, у него будет выбор, по какому причинению. Естественно, от нас хочется и зависеть, насколько мы сможем нанести до этих людей душ, на которые, конечно, влияем не только мы с вами. Как правильно сделать этот выбор? Когда мы разрабатывали вместе с коллегами, многие здесь присутствующие, тоже участвовали в стратегии развития воспитания в Российской Федерации, которая была принята, первое, что мы обсуждали, это выбор, мы никого воспитываем. Мы воспитываем человека, который свободен и сам определяет свой выбор, куда ему идти. Или мы воспитываем человека, который, ну, может быть, свободен, но он слушает, что ему говорят взрослые, что говорит школа и так далее. И в результате все-таки не без дискуссии мы пришли к такому выводу, что мы должны воспитывать свободного человека, но который настолько свободен и просвещен, что он может выбрать ценности общечеловеческие, общенациональные, общегосударственные. Другое, к сожалению, невозможно и не продуктивно, или к счастью, потому что быть конкурентоспособным в инновационном обществе и не быть свободным, это практически нереальная задача, когда каждому надо четко сказать, где ты должен быть, что делать, но это уже не индустриально, это уже совсем другое, это естественно невозможно. В том числе и в этой середине не только поэтому меняются и технологии воспитательной работы, если можно, так сказать, мы ценим все, что было когда-то, многое из этого можно использовать, но не все, потому что изменилась ситуация, соответственно, мы должны меняться, мы должны меняться подходы. А как их менять, как раз еще и в инновационных словах, произнести слово инновационную технологию воспитания легче легкого. А что является действительно инновационным, а что является, значит, противоположностью этого? В каждом конкретном случае мы можем ответ на этот вопрос держать педагог, директор, школа, руководитель соответствующего подразделения, это и по делам совершенными и так далее, и так далее. Тем более, у нас настолько большая страна, насколько разные социальные группы, это национальные, мы лежат к разным конфессиям, к разным взглядам, что делает страну, конечно, более сильной, насколько мы более устойчивы, когда находим баланс к этому разнообразию. Но ясно, что хорошо в одном месте, то в другом может не работать, а в некотором принести противоположный эффект. И в этой связи наши работали центральных органов, федеральные власти. Она легче не становится или быть не может, но она должна, с одной стороны, создавать вектора, как мы считаем, давать позитивную практику, развивать те инструменты, которые нужно развивать. В другой стороне, ну, давать возможности определенной созидательной свободы, в том числе и министра, чтобы и педагогия, и структура государственная, и муниципальная, может не действовать сообразно в ситуации, которые есть. Это другая задача, чем решалась 30 лет назад, когда более-менее было все единообразно, и можно было по одному решению, как и ПСС, выстраивать все, неудобно. Более сложная нам для задача, она не выгодна, согласитесь. И тот опыт, который мы имеем возможность изучать, не говорим тиражировать, использовать в нашей практике, тот новый опыт, который мы приобретаем, это, конечно, чрезвычайно важно, и поэтому не случайно здесь так много говорилось о необходимости повышения квалификации на разных уровнях и так далее. Несмотря на то, что многое в этом направлении делается, но здесь никогда не будет достаточно, потому что учиться, естественно, нужно каждый день. В том числе я сталкиваюсь с тем, но это, наверное, закономерно, даже он, представители органов образования, далеко не всегда успевают следить за теми изменениями, которые происходят, в том числе, в системе образования. И поэтому время ответа мне понадобится говорить об этом, потому что мне было понятно, куда государство движется, какие лидера. А в одном из них я сказал, стратегия развития воспитания, в рамках широких дискуссий мы пришли к такому общественному договору, правительственному договору, сейчас мы готовим план реализации, правительство дал нам некоторое время на это. Естественно, нужно решать те вопросы, которые будут предусмотрены на этим планом, совместно с гражданским обществом. И, конечно, все эти наши планы предусматривают очень сильное межведомственное взаимодействие. Это действительно один из инструментов, в том числе и взаимодействия субъектов и федерацией, наличие обратной связи, без чего двигаться, конечно, нельзя, сложно и даже опасно. Основы молодежной политики до 2020 года недавно принято в окладах в конце прошлого года. Серьезный документ, так и сейчас мы завершаем работу над планом реализации этих основ. И могу уверить, когда мы говорим о кладах, это не бумажка, которую нужно написать и забыть. В правительстве, в администрации президента, в министерствах так уже давно не бывает, если было когда-то, может быть, или не было. Это всегда очень серьезные документы, которые не проходят ни один пункт, если за ним стоит основание, о том, что финансово и экономическое. И в данном случае я заявляю, что все планы, которые прописаны, они в 100% реализуются по дальнейшим участием, которые я могу оценивать. Концепция дополнительного образования детей. В сентябре принят документ, тоже очень широко обсуждался. Есть уже утвержден правительственным план реализации. Естественно, мы сейчас стоим на пороге, мы еще не приступили, мы стоим на пороге, перезагрузку эту систему. Она должна быть более качественной, она должна охватывать всех, не только детей, но и более старший курс, старшего возраста детей. Программы должны быть такие, что, извините, для хулиганов там тоже должно дать здесь место, не только для пайлинки отличных, а не только для тех, кто заручившись мамой, придет в кружок или в секцию. Но это совсем другая задача. Задача, которая постаралась в базовый президент, по охвату не менее 75%, это не приуслугам, а по количеству детей в 20-м году. Это очень серьезная цифра, особенно учитывая, что это дополнительное образование, оно не является обязательно, оно не является добровольным, и ребенок должен вместе с семьей сам будет, как ему развиваться. Все, что связано с волонтерством, я, кстати, не уверен, что нужен отдельный закон, хотя прорабатываются эти вопросы, наши коллеги из Минспорта прорабатывают вопрос по закону по волонтерству. И я не уверен, что нужно беспокоиться, когда волонтер куда-то исчезает. Если волонтер это крест на всю жизнь, у нас не будет волонтеров, то есть у человека желание, возможность планировать спасибо, пусть работают. Пропало, возникли другие условия. Ну что же, спасибо за то, что ты сделал. Это добровольчество. И добровольчество, так же, как с многими общественными параллами, нужно работать чрезвычайно деликатно, аккуратно. А то уже некоторые руководители муниципальных образований, да не только, уже планировали, как запнуть дырки с помощью добровольческих сил. Ну, так мы его развалим и превратим на что-то другое. Поэтому действует ассоциация волонтерских центров. Она в год прошел, буквально мы их поздравим. Действует достаточно успешно. Существуют и развиваются волонтерские центры на базе высших учебных заведений. И, в общем, часто продвижение на подъеме. Но что там, во многом, быть? Действительно, методика со социальными, с группами, с детьми, которые, как сказать, в зоне не было получа, это серьезная профессиональная работа. Болонтеры во многом, в общем. Ну, наверное, во многом приходится, но помогать не должны. И вот методика обучения информации о лучших факторах, наверное, опять и то, что сейчас наиболее интересное. Ну и, конечно, спасибо. Вот гражданское спасибо, ваше спасибо за все, что делается. Даже если это доброе дело, может быть, не так много весит, но за само желание его сделать, большое спасибо. Многое меняется в обществе. Не знаю, может быть, не везде это видно, мне это кажется заметным. Может быть, я для себя что-то открываю, каждый раз новое, а все-все про это знают. Но, например, недавно мы создали совет по социальному партнерству в области образования, защиты детства и молодежной политики. Возглавил министр, наш президент, как был промышленный пароль Российской Федерации, это совет. Туда согласились в эти пять министров и других комплексов, которые там СПП, ТПП, АПО и так далее, нефинякоскорпорация. Зачем он нужен стал? Потому что практически каждая серьезная корпорация или предприятие серьезно, оно имеет уже свои программы, свой опыт либо в области образования, либо помощи деятелям, еще что-то. Никогда не дадим обратной связи. Для нас тоже непросто заключаться только потому, что мы врухи не слышим, потому что инструментов. У нас не так много, как может показаться, а предприятий и задач очень много, поэтому не нужны какие-то инструменты. Я думаю, что это даже, скажем так, предметное подражание в том, что в Суме и Федерации для создания каких-то инструментов, естественно, он входит в нашу систему, сделан более понятным, более открытым, прозрачным, но и попросим обязательных заявок, в том числе от наших партнеров. Если ты за что-то берешься, и, во-первых, должен сделать, во-вторых, ты должен всем рассказать, как, что, чтобы было понятно, прозрачно, иначе ничего не было общества. Ну и так далее. Молодежная политика – важная сфера, и, если бы вы обратили внимание, а может быть, у вас не было такой возможности, но изменился характер молодежных форумов. Сильвера в прежнем виде – нет, и в этом тогда не будет, были другие форумы, но все эти форумы образовательные, они все посвящены каким-то профессиям, каким-то темам, безмознодо-фаличу молодежи. Не обойдешься, и без песен у костра, но там содержание в развитии. Наши всероссийские центры, ну, слава богу, их стало больше, и сейчас 53 тысячи ребенок и детей в этом году посетят эти центры за государственные счеты, это Артек, Армены, Океан, Смена, и эти мощные центры, которые сейчас не только центры оздоровления и отдыха, но и центры оцепитания и дополнительного образования, они будут центрами поддержки талантовых детей, создания всей этой системы, поддержки талантовых детей. Но мы считаем, что недалантливых вообще нет. И почему хулиганит кто-то? Потому что его талант не заметили и не оценили. Какой он талант? Ну, это еще надо понять, но если постараться, то понять можно. Если мы, да, сами сделаем, все пора не перенести в эту плоскость, проблемы не будут, конечно, все, но и будет, конечно, значительно меньше. По нашему дальнейшему взаимодействию, я с важной радостью услышал, что заработал портал. Портал – это очень важно, это не картинка, это механизм взаимодействия. Мы собираемся часто на конференциях, но этого достаточно. Должна быть работа в рамках между этими специалистами должны найти свое место. И я думаю, что никто не будет стесняться. Каждый ВУЗ, каждый образовательное учреждение или орган культуры, кто желает сказать свое слово, может взять на себя какую-то нагрузку и будет таким длинным методическим центром в своей ухе, в области. Она может быть чрезвычайно интересна. И я думаю, что наши дальнейшие успехи могут быть связаны только с достижением статистического эффекта от взаимодействия. Ресурсов стало меньше, с точки зрения выражения в бюджете. Но на самом деле их очень много, действительно. Если мы сможем управлять грамотно, максимально эффективно, не регулируя, не перетягивая деталла, двигаясь в одном направлении, касается ли это методики, касается ли это заказа, участия в программе или в чем-то другом, на нашем совместном успехе будет намного лучше. А этому нам еще предстоит и вновь, пока не мере, учиться. Это не очень простая задача, не очень характерная как раз для нашего сообщества. Здесь находятся полосальные ресурсы. Мы, Министерство образования и науки, открыты для контактов. На самом деле уверены, что как бы общество не переживало, но наши дети и молодежь – самые лучшие. И, конечно, наша общая святая обязанность сделать так, чтобы в наших лучших мире детей было действительно хорошее не только детство, но и будущее – это произведение для всех. Поэтому здоровья и удачи. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Внимаем, Министерство, спасибо вам за важные для нас швейцинные просмотров. Уважаемые коллеги, разрешите снова предоставить Александру, Анатолию Александровичу, ветер Московского государственного технического института. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сокровав, я бы, я бы, обнимаю, что у нас пара победа для чего. Но на самом деле, если, по сравнению, так добро подводиться, то победа не достигнет. Она, как я не уже сказал, не умеет до сегодня караться не всегда, а за ней заниматься победу с эксплуизмом, но если вы умеете это дело, то свои успехи увидите обязательно, и что самое главное, в том числе, что это будет своих детек, девушек, которые растут и уходят в большую жизнь. Вообще говоря, АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ очень серьезно относится к проблемам, которые вообще взялись на конференции. Мы уже лет 25 назад начали заниматься игрую проблемами, и в разуме, это всегда очень серьезно. Была создана реактора, здорового образа жизни, была построена целая система воспитания и подхода. Здесь вот, конечно, сидит мой учитель с большой звуком, Андрей Сергеевич Пуцкопов, в том числе, когда мы делаем активную жизненную позицию и именем активную подвенную позицию воспитанного человека. Сегодня мы летим самого, и мне это очень здорово чувствую. Я не слышно, говорю, я сам работаю профессионалом в городской самой, поэтому я знаю, что делать цены. И мне кажется, что работа до самого года мы работаем за все. Ну, конечно, большая не вернешь. Я не такой советский, но ребята очень тянутся каким-то таком коллективным и серьезным нашим делам. Они тянутся к тому, чтобы ощущать свое предназначение, свое умение и необходимость не только родной близкой, но и чему-то большому. Они искренне потратились. Поэтому не так легко в наше время было строить студенческое строительное окружение. Ситуация совершенно изменялась. если в то время, когда мы работали в этих органах, они были жизненными академиями в стране, то сегодня, по большому счету, они стране не нужны. То есть, нет средних замков. Нам не говорили в три года, о котором студенты предоставали, в три года сегодня, о чем мы говорили. Но тем не менее, вчера наш студенческий строительный отряд уже в составе большого российского тысячи человек выступил в работе на основании в Москве. И совсем не просто, но, на самом деле, это здорово. Это проекты затрудненные земель участвуют, это очень важно для государственной стройки престижи. Много об этом можно говорить, но это престиж государственное самое тяжелое, самое трудно реализуемое. Делает завтрашний день и приведет на широкий участок. Это активная наша земляная позиция. Мы не можем видеть одного двух лет для этого, которое не способны. Вообще нет. нужно воспитывать тот самый образ жизни. Просто каждый день. И каждый день. Безусловно, эти понятия вещества, поняту, это основные слова и для нас в том числе. мы построили диспортный комплекс с роскошными. То есть, они сами тоже преимущества. Используются просто отдельные запасные. И это то, что позволяет ребятам вот эти условия генетики можно правильное удостов победить. И тому есть примеры. Например, уже устроен Министов со своей командой. Я имею в виду команду одного, так как раз называются сангумие, что международные предпортальные КТД. И для команды которые в трусах уходят на поле поле на футбольные полисs в сборной в майке, на целом сельскохом и бьются на себя. Вот этот результат не крик, вы представляете, когда это вот так то победный другу, а ведь это победа у нас в жизни. Люди показывают свои отношения к этому. Это показалось мало. Первое в России в новом году сдавал министр со своей командой здесь у нас под комбинатом. И бывали три команды, четыре команды. Команда министерства, команда студентов, команда профессионалов, а также команды профессиональных спортсменов. Ну понятно, что профессиональные спортсмены собрали там сдвижку, чтобы они не убедили. Как вы думаете, победила? С трех раз. Кому это? Победи им профессионалов. Вот это здоровый образ жизни. А ведь эти мальчишки лет 60-62 лет назад, они, пацаны, доказывают, что вот так надо жить. Вот если так, то ты будешь жить здоровым еще в 75 лет заберем, вот и гоним. Вы знаете, когда говоришь о комплексности, в которой мы все не уверены, мне сразу не всегда понятно, что это такое. Ну, например, наш коллега, Сергей Шайлович, где-то в полканной технологии. На пидросалоне, из-за этого, как сказать, вопрос на благотельный Малеша говорит, ну, Сергей Юрий Игорь Шайлович, я думал, вау, это ракет, он не занимается там вооружением, а тут, воплоднение, например, сиюцидом, что-то такое. А я с Горбусием отвечаю, да, и у нас есть самые большие компетенции в России, вот в этой технологии, в этой, в этой самой деятельности. А если глянуть статистику, то жутко становится, насколько важно сейчас этим заниматься. И мы успели. И мы это делаем не только для себя. И мы это умеем делать не потому, что мы какие-то уникальные здесь. Мы организовали у себя системы. У нас есть биомедицинский факультет, где преподает инженер науку профессора Бауманская, медицинские науки, институтирование медицины, в том числе и институтирование Министерского университета. Наши кафедры в этой факультете взгляда и произведены знаменитые, известные врачи и ученые, Александр Петрович Николаев, Александр Кузьмич Волков. И вот такое сотрудничество, такое серьезное мы работаем с студенческими специалистами в этой области. Мы знаем следу это милодежное студенчество. И вот это воединение позволяет нам вырабатывать подходы, принципы и знания, что и как нужно делать. И это дает результат для того, чтобы мы это знаем. Вот, один пример, при этом мы насколько серьезно относимся к здоровью, потому не всегда. В этой войне у нас была создана студенческая группа. Мы гордились очень ужасно, но она выступает в разные времена, и в те времена, которые пришли сегодня это реформа. Реформа, реформа что такое? Это сомит в гостях, в гостях, в гостях, в гостях, в гостях, в гостях. Ну, в итоге это все дает. Как сначала это сомит, в гостях, в гостях, в гостях. Мы хотели, что будет еще лучше, как всегда, еще лучше. Нас посоединили в другой поликлинике, где через какое-то время в нашей поликлинике не осталось. Ни одного врача или одного пигура, который мы покупали сами, что мы где-то куда-то, куда-то где-то можно. Ну, мы помнили, что поликлинике материальной. И через какое-то время, мы сказали огромное спасибо, флагматору, где только в нашей поликлинике уничтожено. Мы к себе попрощались и создали заново современную книгу. Восносили ее по последнему столу техники сегодняшней. Там работают опытнейшие врачи. Причем врачи, браслеры по уровню профессуры и палатные молодежи. Мы восстановили ее полностью. И это тоже похоже. Это, конечно, тяжелое время положиться на материнозависимость, скажем так, потому что не просто своего доведения. Мы на это пошли, потому что здоровье наших студентов, для нас важнее. Здоровье нашего коллектива, для нас важнее. И чтобы наш профессор мог в публике пацана на футбольном поле, мы должны занять здоровье с ним, помогая ему этому. И как мы говорили, вот к таким вопросам, к таким проблемам, мы относимся всерьез и усиленно. Поэтому что у нас получается? Я горжусь тем, что на протяжении уже лет 15, наверное, вам пока стало центром обмена компетенциями и знаниями вот этих областей. Мы очень благодарны вам за участие в таких конференциях. Они традиционно их много. И они проходят в серверах. Очень много много студентов наших говорят, молодежь на курсове. И мы научились какие-то курсовки проводить интересно, на которые на них исключат. И я очень поддерживаю имя совесть в том, что не надо заботиться, особенно в ландерах, иначе мы не забудем все это делать. Нельзя посадить мышку в проводочку. Эта мышка не нужна, а в ландерах вряд ли. Нельзя его заставить. Нельзя ему ответить в какие-то там регламенты. Мы можем и должны молодежь вести за собой. Пока мы не будем уметь это делать, все у нас будет успешно. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Анатолий Александрович, разрешите что-то в ландерах слова благодарность. Всем работе в ландерах, студентах за забору о здоровье. И, уважаемые друзья, не зря и вовно стал первым в возрасте в стране вызван здорового образа жизни. Это за счет. Дорогие друзья, мы должны снова предоставить пастухову Горисию Николаевичу. Горисия Николаевича, можно вас представить? Вы как бы предоставили государственные идеи. Во-первых, и самое главное, молодежный лидер в течение многих-многих лет. Первый секретарь закану РКСМ. Это первый заместитель министра иностранных дел. Куда бы судьба его ни бросала, это был самый тяжелый, самый ответственный пост. А он всегда, в любые годы был... Спасибо, спасибо. И все остальное было. Не знаю самого главного. Я вам послалил, который был не паум. А если вы не замечали, что я вам скажу. Дорогие друзья, позвольте мне предплатить и остановиться только на двух темах. Первое. Позвольте мне подтвердить актуальность той конференции, которая проходит и здесь, в этих стенах. Как-то вроде бы через запятую проскочило в линии Анида Шаевича то, что происходит сейчас, ну скажем, где в Армении, на проспекте Громяна, где гуси молодежь, основной. Выстреки, конечно, там самые разные возрастные люди, но запевая всю эту ненужную песню, они, ребята, за которыми мы не досмотрели в своем мире. Я представляю здесь главного сообщества в какой-то степени общественной организации и бизнеса и хочу сказать, что внимательно послушав сообщения и секции выступления товарища, я могу подтвердить актуальность этой конференции и сказать, что мы по линии общественных организаций бизнеса, общественных организаций бизнеса, примем все меры для того, чтобы все, что записано в резонциале, не осталось сегодня на этой дне. Вторая тема. Очень приятно, дорогие друзья, что вы собрались в этих стенах. Которого вот-вот исполнится уже 185 лет. Представляете, вот тут 185 лет. Мы сидели в педне директора, кто-то сказал, а вот Большой Пятый. Ну и что? Я вам скажу, что в Москве есть такое медицинское учреждение, которое было создано по указу Екатерины Второй. Это манеким, который будет отмечен 240 лет. Но кто в России, матушке, еще скажет, что есть МВП, который подготовил 200 тысяч, более 200 тысяч специалистов, инженеров, которые выковали необоронный и необоронный щит нашей России. Я убеждал, что совершенно не случайно ректор этот человек был, вот уже лет 10-15, занимается этой темой здесь, в этих стенах, в этих стенах, в этом году имени Балмана. Господи, я по-старому, по-старому, все привык, я говорю, про ректору имени Балмана, еще и потому занимается этой темой, потому что традиционно, теперь уже традиционно, можно сказать, ученые этого замечательного научного учебного центра занимаются преподавими и фундаментальными проблемами медицины. И я думаю, что если бы было сегодня еще и время, то об этом можно было говорить и говорить и говорить. Я думаю, что МВДУ будет не только волонтерством, но и научными достижениями идти впереди и показывать путь тому, как надо не просто бороться, а создавать самый здоровый ум в жизни. И третье, последнее. Позвольте мне сказать спасибо всем, кто посвящает воспитанию, образованию, жизни молодежи, не только свободные печали, как говорили они, классе, что не однажды смещал в этих стенах, но и всю свою жизнь. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы приехали, что вы работали, что вы открыли глаза многим и многим из нас на проблемы, к которым, увы, вы стали привыкать, но к которым привыкнуть невозможно, если мы думаем о будущем нашей великой державы. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые коллеги, по рекламенту у нас сейчас пройдет очень приятный мероприятие. Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса среди образовательных организаций «Жизнь безопасности» и «Безопасная образовательная среда» для введения данной торжественной церемонии разрешите слово передать Миронову Алексею Сергеевичу, занятующему лабораторию психологической поддержки студентов МВДУ имени Плава. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, уважаемые коллеги. Я хотел бы заранее поздравить всех награжденных, вот сейчас измениться, потому что в 4 часа должен быть в правительстве, опоздание неприемлемо. Еще раз пожелать всего самого доброго, ну и помимо производства и успеха, здоровья и удачи. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Добрый день, уважаемые члены президента, Удобные ивановые участники конференции, студенты главы, авантюры. Мне сегодня почетная обязанность поместить торжественную церемонию на рождение. Я свидетельствую удовольствия Юрич Мэр, потому что участвовал и в конкурсной комиссии, и участвовал как преподаватель в курсе повышения квалификации, которая прошла в рамках сегодняшней программы. Галина Монна доложила, что это все в нем и сегодняшняя конференция подводит итог. И торжественная церемония – это прекрасное завершение сегодняшней конференции. Наш конкурс всероссийский был объявлен в начале этого года, проходил в течение полугода. Проходил по двум номинациям. Первая номинация – это формирование культуры безопасного образа жизни обучающихся в условиях образовательной следы, в том числе с участием их родителей или иных законных представителей. И вторая номинация – это развитие системы психологического сопровождения, формирование культуры безопасного образа жизни обучающихся, включая соединенные взаимодействия городских и сельских образовательных учреждений. Вы все прекрасно понимаете, что участвовать в конкурсе – это почетная, в принципе, обязанность любого образовательного учреждения или организации, потому что тема воспитания и предупреждения, профилактического восповедения, она всегда стоит. И мы очень рады, что в нашем конкурсе приняли участие большинство организаций, которые не просто причинены в Министерство образовательное, но и относится к различным таких прием-категониям. Я бы хотел бы пригласить сегодня на то, чтобы вручить ценные призы и подарки Анатолия Александровича, нашего ректора, для которого приятно будет номинантом победителя для учреждений. Первое место в номинации «Формирование культуры безопасного образа жизни в обучающихся условиях образовательной среды» в категории «Общеобразовательные и профессиональные образовательные организации» вручается муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению среднее и Общеобразовательное школы номер 58 города Казань. Я бы хотел бы 싶은 everyone who's been in my heart, my staff, 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 и my staff, 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 врач, врачу, удачи, вы видите и вас, давайте там, я быSuper and I promise. В нашей президенту города торжества на сцене участной службы Орголубкин. На сцену уходит в картину урголубля, Тихо, Ашунаги, Джиреева, Амеля, Рашидовна. Они приехали и сказали, что это уже было. Спасибо огромное. Второе место вручается муниципального фронтового образовательного учреждения Хатаровская средняя учреждения школы в село Фуксово, Англубская область. Домовый город, Женкленовна, исполнитель образовательного образовательного образования. Третье место вручается муниципальному фронтовому образовательному учреждению в среднем образовательной школе в село Фуксово. Дорогие друзья, не приехали, не смогли, но завтра стоят друг друга, дорогие студенты, комплективы, любого, волонтера. Я расскажу в честь 70-летия обеда Великого Отечественного ранения. Там будет вручен подарок. Следующие номинации. За первое место в категории среди общеобразовательных организаций вручается в муниципальном бюджетном учреждении в комплексный центр социального обслуживания населения село Кустарка, Моросибирская область. Приглашается здоровье, молодежь, родина, предприятия, народа Николаева. Могли выйти к нам из Моросибирска. Спасибо вам огромное. Второе место вручается муниципальному бюджетному образовательному учреждению любого образования детей. Центр развития творчества детей и юношства. Поселок Строитель, Тамбовская область. Возле Петровна передаст представление «Самая представитель, два трудовских учреждения и организация». Второе место встречается в муниципальном бюджетном учреждении Друзья, давайте поблагодарим детского прошлого город Кузьмин. Второй. У нас два правильных места. Одного в втором месте город Кузьмин. И третье место. Мы получаем... Да, Васильево. Красиво городского типа Васильево, Республика Татарстан. Муниципально-бюджетно-образовательное учреждение Добавок по образованию людей. Центром, где сегодня работа здесь, Добавок по муниципальному району Республики Татарстан. В ответ еще на то, как он. И так же третье место, у нас два третье место. Не могла комиссия поселить одно. Мы решили поселить два третье место. Это город Оренбург. Государство бюджетное учреждение Дополнительного образования детей. Оренбургский областной дворец творчества детей и молодежи имени Министерства. Сидяем от Кристины Министерства. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это школа восьмого вида Силу Сергея Первого из них края. АПЛОДИСМЕНТЫ Второе место обучается областному признанному специальному образованию учительной обучающейся и воспитанной с ограниченными возможностями Курска. Специальная, коррекционная вообще образовательная школы-интернат первого и второго вида. Город Курск. АПЛОДИСМЕНТЫ Маликова Лариса Николаевна, честнамитой образовательной организации. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Третья место у нас восьмого села Городного Крайного государства общеобразовательного бюджетного учреждения Гражданское Специальная, коррекционная общеобразовательная школа-интернат Курска. Но, к сожалению, не смогли Примен в СНК и прислать представителя, поэтому вручили отдельно. Следующая. Категория среди общеобразовательных организаций высшего образования. Первое место. Генеральный государственный бюджет образовательного учреждения высшего профессионального образования Тульский государственный генераличный университет Кирилл. Ваня Николаевича Адамского. Городотова. Алина Зеверина Николаевна. В лучшей службе с первой секцией соведущей. Прекрасный человек воспитательный. В долгих годах жизни посвятил оборудование воспитания. Естественно, в СНК в университете. Спасибо за Ваня Николаевна. АПЛОДИСМЕНТЫ Второе место. Шуйский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Ивановского государственного университет Уорсуния Ивановская область. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ У нас в третьем месте здесь есть футбол. Переходим с корольной тренации. Вторая номинация. Называется развитие системы сих пор и технологического сопровождения, программная культура безопасного образования жизни обучающихся, включая сетевые взаимодействия городских и сельских образовательных организаций. Категория. Среди образовательных и профессиональных организаций. Первое место. Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования сельскохозяйственных техникум в городе Бугуруслан, Оренбургская область. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Второе место. Муниципальное образовательное учреждение среднего образования школы номер 5 в городе Балуйки, Белгородская область. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня на секции много говорили про Белгородскую область, про Балурусбук, как система воспитания грамотно отстроена, в том числе и благодаря нашим педагогам. Спасибо огромное. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Третье место. Муниципального бюджетного образовательного учреждения среднее общее образование школы номер 1, город Дагестанские огни, республика Дагестан. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ На третье место. Муниципального бюджета образовательного учреждения среднего образования Калиновские сельскохозяйственные техники в село Калиновках, Курская область. АПЛОДИСМЕНТЫ Аплодисменты. 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 в учебном специальном учебном учебном учреждении для детей и подростков с явным предъявлением Орловское специальное профессиональное училище сокрытого типа. Город Орлов, Кировская область. 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 а сейчас это не как Продолжение следует... Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.